Новое – это популярное старое. Убеждены Федерации кикбоксинга страны. Александр Липовой намерен завоевать очередной титул, теперь в версии R1. Однако правила дебютного чемпионата в Москве вызывают большие вопросы. Кто напечатал эти правила? Какой судейский коллектив? Кто этих судей аккредитовал? Есть ли национальная федерация, которая возьмет на себя ответственность? Кто эти люди? Почему они написаны с такими ошибками, просто с техническими? То есть видно, что все это сделано на коленках. На коленках это очень спешно. Претензии к головной федерации кикбоксинга создатели R1 считают необоснованными. Правила К1 к новой версии отношения не имеют. R1 – разновидность тайского бокса. И поединки пройдут в его лучших традициях. Все равно все ударные единоборства чем-то похожи. Там бьют руками и ногами. Мы называемся Евро-Тайм, тайский бокс, по правилам R1. И у нас нет названия кикбоксинга. Как и кикбоксинг не может называться тайским боксом, так же и тайский боксинг может называться кикбоксингом. Удары локтями, скручивание и, конечно же, национальная музыка. Три главных различия. Они есть в тайском боксе, а вот в К1 напротив отсутствуют. И поэтому они взяли и просто перекатали как бы часть правил из нашего раздела и пытаются говорить, что это новый вид спорта. Если это новый вид спорта, то, пожалуйста, зарегистрируйте его официально в Госкомспорте, получите агрегитацию и проводите национальные турниры. Я имею в виду любительские турниры. А тут получается профи. R1 означает в ринге первый. Станет ли Донской чемпион Липовой первым в аллее звезд новой версии, узнаем совсем скоро. Бой состоится 7 июня в Москве. Федерация кикбоксинга России обещает быть самым внимательным зрителем поединка. А главный вопрос – будет ли музыка. Продолжение следует...